Всем привет! Сегодня я зачитаю письмо от подписчицы, дам свои рекомендации, вы в комментариях тоже можете написать, что вы думаете по этому поводу, посоветовать девушке, как себя вести. Это письмо от Анонима, она попросила разбор на канале и хочет почитать ваши советы и вообще пообщаться на эту тему. Так что давайте зачитываем, и я потихоньку буду тоже в письме останавливаться для того, чтобы не пропускать что-то, и сразу буду давать комментарии. Кстати, если вам все это нравится, нравится такая рубрика, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте приступим. Здравствуйте! На вашем канале я недавно посоветовала одна из ваших подписчиц, с которой вы помогли. Моя история не про турку, но я думаю, что получу от вас полезные рекомендации и пойму, как решить мою сложную ситуацию. Если можно, сделайте, пожалуйста, разбор на канале, буду очень признательна. Я в отношениях два года. Есть мужчина, мы не женаты. Познакомились в Москве, он сразу сказал, что у него есть сын, и он был женат 11 лет назад. Бывшая жена давно наладила свою личную жизнь и уже 9 лет живет с другим мужчиной. И с сыном в другом городе России. Мой мужчина с сыном общается, часто созванивается, но видится не часто, так как живут в разных городах. И работа отнимает очень много времени. Моя проблема состоит в том, что я устала от бесконечных звонков и выяснения отношений со стороны его жены. Касаемо денег, общения с ребенком. К тому же я узнала, что они буквально год назад только официально развелись. Отношения, сразу скажу, у них враждебные, бесконечная ругань и ссоры. Молодой человек говорит, что жили они так же, отношения были токсичные, бесконечные качели, измены, бывали даже драки. Они часто расходились. Говорит, что отец заставил его жениться из-за незапланированной беременности. И в итоге его жена сама ушла от него к другому. Но что мешало развестись ей за целых 9 лет? Да и ему тоже. Вопрос. Для меня это загадка. А я, давайте сразу отвечу на этот вопрос. У них продолжаются отношения, так как они были нездоровыми и токсичными. Они продолжают проигрывать все то же самое, что и было раньше. Хотя они теперь вроде бы тип развелись, безопасный у них островок, у каждого есть своя какая-то личная жизнь. Но у них же есть ребенок, который их продолжает связывать. И у мамы вот куча претензий про деньги. Было отмечено в деньги и не видеться с ребенком. У мужчины, в свою очередь, типа обязанность. Лямку он тянет. Я же должен ребенку помогать. Я же должен с ним общаться. Соответственно, как бы так и есть. Но видите, без руганий-то никак не получается. Потому что они в этой ругании, в скандалах каждый по-своему заинтересован. Это называется вторичная выгода. Каждый какие-то коврижки себе от этого получает. Вы скажете, ну что, может быть хорошего. Какая выгода от скандалов? Там, от проблем. Повышение самооценки. Чувствовать кто-то, например, себя хочет жертвой. Не хочет решать проблему. Хочет, как всегда или как раньше, убегать от проблемы. Или делать вид, что ее не существует. Это намек, скорее всего, к вашему молодому человеку. Это обратите внимание на его характер. Часть его характера, на его поведение, на его личность. Дальше продолжаю. И что теперь получилось следующее. Так как они оба еще целых 9 лет состояли официально в браке, его бывшая жена замуж за новый избранник. Его бывшая жена не вышла замуж за нового избранника. Но год назад родила ребенка, которого автоматически записали на первого мужа. И только потом она решила подать все-таки на развод. Вот из Майлики. Ну, она... У меня вообще слов здесь нет. Значит, автоматически записали. Записывают того, кого назовут вообще-то. Если что, насколько я помню. Да? Хоть, не знаю, Вася Пупкин можно назвать. Это она специально сделала, не автоматически. Это она ему, скорее всего, преподнесла информацию, что это автоматически. Какой-то бред. И вот вы представьте, какой у нее вообще мужчина, от которого она рожает ребенка, которым, скажем, окей, заделал ей ребенка, зная, что она не в разводе, да, она рожает, записывает на другого, и он это все терпит. Он это все принимает. То есть это конкретный, простите, какая-то оценка личности терпила, который это все терпит, ему все окей, ему нравится. То есть она нашла себе нового такого же, каким был когда-то, или на его месте был ваш избранник сейчас. Говорит о том, что два разных человека, ваш мужчина и ее новый, они не знакомы между собой. Ну и что объединяется? Знакомство с этой женщиной. А она выбирает тех, которые ей нравятся. То есть у них есть этих мужчин двух схожие, какие-то черты и качества, за которые эта женщина их выбрала. Дальше. Меня привело это все в шок. Но я считаю это полной безответственностью с обеих сторон. И теперь она просит моего мужчину, чтобы он писал отказ от ребенка. Обратился в суд, чтобы родному отцу было проще его усыновить и записать на себя. В общем, дурн-дом полный. Чем этот родной отец, каким местом вообще думал, когда они шли в ЗАГС, записывали свидетельство о рождении ребенка? Нет там автоматически. Нет. Нет. Это все сделали у него, скорее всего, за спиной. О чем он и не думал. Он вообще красавца. Эта женщина создаёт максимальное количество проблем, конфликтов. Ей это нужно для реализации, для того, чтобы ругаться, чтобы это всё тянуть, получать деньги, нервы. То есть она вообще в этой схеме кайфует максимально. Мы теперь понимаем, что её мотивирует. Ей это всё надо. Честно скажу, я не заметила желания со стороны моего молодого человека видеться с его родным сыном. Отношения будто безразличные к сыну. Но его бывшие всеми силами пытаются отношения наладить, потому что они их не закончили. Скандалами заставляет общаться с ребенком. Честно скажу, меня расстраивает, что мой молодой человек не очень-то хороший отец. Последнее время прямо смущает меня это. Правильно, задумайтесь, последите за этим. Сделайте для себя определенные выводы, если вы планируете какие-то серьезные развития отношений с этим человеком. Я много с ним разговаривала, что он, как и отец неправ, да также уже два года не видит своего ребенка, только по телефону общается. Отбывшие бесконечные звонки, претензии на мой молодой человек, игнорируют, не отвечают на звонки. Она ему пишет кучу смс-красава. Он всегда так делал, он избегательный тем личности от проблем. Им проще игнорировать, не вступать. Это ее только разжигает. Короче, их вот этот роман, но от романтики там осталось только скандалы, ругань, токсичность. Все продолжается. Поэтому они все эти годы и не разводились. Морально они еще не развелись. У них он вообще активный, какие действия происходят. Итак, она у него просит денег, так как считает, что он мало высылает. Просит, чтобы он забрал сына к себе хотя бы на неделю, потому что она устала его одна воспитывать. Ну как она его одна воспитывает, если у нее еще есть еще один ребенок и новый мужчина? У них типа семья, видимо, да, образовалась или что? То есть тут не до конца досказано, да, можно встать на сторону этой женщины, понимать, что да, родил, обеспечивай, без вопросов. Но какие-то деньги высылает, как-то же с сыном все равно общается, а ей мало, как на ее взгляд. Она одна его воспитывает. Ну короче, все очень-таки двойственно, да, мутная немножко темка. Где-то тут все не досказано. То есть это с вашей интерпретацией, кто прислал письмо. Здесь не все стороны вообще учтены. Там есть какие-то другие мотивы однозначно. Таких разговоров все больше и больше, конфликты все чаще. Я ее как маму понимаю. У меня есть сын от первого брака. Но как женщину нет. Вопрос к вам. Зачем вам ее понимать? И знаете, вот прочитав половину письма, я могу сказать, зачем вы вообще в это лезете? Это не ваше дело. Это не ваш конфликт. Проблема вашего мужчины, который продолжает свои старые больные отношения, поддерживать связь и контакт с бывшей женщиной. Если мне кто-то сейчас скажет, «Ну как, они теперь навсегда связаны, у них есть ребенок». Да реально? И так что, все, у кого были какие-то бывшие или дети, так себя ведут и так общаются? Нет. Можно брать к себе ребенка, общаться, если ты хочешь. А он, как вы сказали, не очень хороший папа, видимо, не хочет. Или отправлять деньги. То есть условно общаться с ней не обязательно. Вообще. Есть такие люди, которые вообще даже не общаются после развода. Ноль контактов. С ребенком он общается. То это называется взаимосвязи прямые. У него есть взаимосвязь я и ребенок, я и бывшая жена. Так вот, с бывшей жене надо больше, она хочет восстановить эту связь. Он пытается убежать. Он не может поставить конкретную точку. А теперь вопрос к вам. Вы вообще зачем в это влазите? Вам страшно его потерять? Он вам супер нравится, но уже как папа не очень нравится, вы это видите, да? Не очень-то у хороших пап. Папа вопросик к ним стали появляться. В другом свете вы его увидели. А у меня вообще еще больше есть капитальный вопрос. Вы что, спасать собрались? Конкретно посмотрите. Ваш мужчина был в абьюзивных отношениях со стороны своей жены, скорее всего. Очень на это много предпосылок есть, да? Она продолжает, непонятно от кого рожает, на кого записывает каких-то детей, их делит, всю эту перетрубацию какую-то совершает. Это ее заморочки. Она такая активная деятельность, ей все это нужно. Он до сих пор не смог поставить там точку. Ваша прямая связь, нет, и женщина, она к вам отношения не имеет. Она не к вам в отношения с молодым человеком залазит, а к нему конкретно. Это он должен прекратить это, поставить точку, послать ее куда-то, разобраться и продолжать общаться со своим сыном, которому уже как раз уже нормально много лет, выходит там лет где-то 8-9. Он же адекватный взрослый, по сути, человек-ребенок, не 3-2 годика, правильно? Который очень сильно зависит от мамы, самостоятельно я имею в виду. Общаться со своим ребенком, содержать его, насколько там все судом там поставлено, сколько он денег должен брать к себе, не брать, короче, вот это все. Ну, не с матерью его проблемы решать, и уж явно не вам решать эти проблемы, и не вас это не должно вообще касаться. Здесь вопрос в вас. Вы сейчас, по сути, у вас мужчина, который очень любит, я девочку хочу сесть на ручке, чтобы женщины за меня что-то решали. Вот та агрессивная тетка, мать его детей, назовем так, это моя, да, оценка, активная такая женщина, в обороте, мешает вашей семье или вашим отношениям, не знаю, как это можно назвать, да, какая у вас сейчас стадия отношений. Она мешает активно, причем, в принципе, бесит, что у него что-то может быть, потому что он у нее, скорее всего, был подгоплучником, а она агрессором. И вы сейчас, по сути, с ней соревнуетесь. Он вообще отошел на другой план, сейчас дальше дочитаю, письмо, сейчас поймете, о чем я. Но вам это зачем надо? Вы с мужчиной встречаетесь или с какой-то женщиной соперничаете? Тогда к вам вопросик. У вас внутри есть желание с какой-то женщиной соперничать? Это же неспроста. Я продолжаю читать письмо. Из таких разговоров все больше конфликтов, все чаще. Я ее как маму понимаю, у меня и сын тоже от первого брака, но как женщину нет. Зачем насильно заставлять и много лет названивать, если можно подать на алименты и не трепать себе нервы? Даже, смотрите, на алименты не подавали. Ей-то ничего не надо, не надо трепать нервы. Ее слишком много в нашей жизни, и она звонит стабильно каждый месяц, а то и чаще. Не вам она звонит, а ему, потому что он до сих пор не разорвал отношения и не поставил точку. в общении с ней. Я не выдержала и решила поговорить с ней спокойно, по-женски. Браво! Решайте проблемы за своего мужчину, а потом с него требуете будь мужиком, кулаком по столу, зарабатывай деньги, защищай, охраняй, давай доверие вырабатывать. Так вы за него все делаете, он даже с собой бывшей женой разбираетесь. Ну, чтобы ее понять, конечно. Зачем? Ему напрягаться, у него есть вы теперь. Раньше она что-то решала, сейчас вы за него решаете. Вообще комфортно. Я не выдержала, решила поговорить с ней по-женски. Спросила, не устала ли она от этих конфликтов с бывшим мужем, ведь у нее давно другой мужчина и семья. Она ответила, что звонит исключительно по делу, когда нужны деньги или когда ей обидно, что ее отец, отец ее сына не тянется и долго не звонит. И она не будет всеми силами помогать своему сыну видеться с отцом, потому что ребенок тянется к папе. Ой, нашла, короче, прекрасный повод, молодец. Так за уши притянуто, вообще сквозь строчек все это видно. И вообще она рада, что ушла от такого монстра, с которым она была несчастна, и что она мне сейчас очень сочувствует. Так сочувствует, что не может отпустить его до сих пор, этого монстра. Только теперь она любимая, и наконец-то она живет в любви, идиллии с прекрасным мужчиной. Я ответила, что рад за нее, но не понимаю, зачем трепать нервы с ужасным бывшим, ведь можно не лезть в отношения сына и отца и подать на алименты по закону. Проблема будет решена. Но она очень уперта и продолжает делать свое. Она продолжает играть, лезть в эти отношения. А ваш мужчина продолжает плясать под ее дудку, не ставит точку, ему тоже по кайфу, когда к нему лезут, скажем так, домогаются, лезут в его жизнь. Браво! Я не понимаю ее поведение. Зачем вам понимать? Вы объясняете себе ее поведение, вообще наплевать на нее. Объясните, задайтесь вопросом поведением вашего мужчины, который все это позволяет делать. Я не оправдываю своего мужчину, но ее не понимаю. Вам не надо ее понимать. У нее не с вами отношения вообще. Она чужой человек, вот как на улице, кто проходит, она то же самое должно быть для вас. Он просто игнорирует ее отчасти и сына, а она продолжает бегать за ним. Игнорирует, вот и бегает дальше. Через ребенка нашла повод. Не хочет его отпускать. Но он и он отпускаться не хочет. Не игнорировать, а послать на три буквы. И подать на алименты сам тоже-тоже может. И разделить окончательно. Не разделяет он с ней связь. Деньги он отправляет, но не столько, сколько она просит. Возможно, ей качелей не хватает и скучно в новых отношениях. Ну, мы об этом и говорим все время. Ему тоже, кстати, или ей как маме обидно за ребенка. Вообще, зачем задаваться вопросами, что ей? Наплевать вообще на ее чувства, мысли. Вот у нее новый мужик есть, пусть она с ним свои психологические проблемы разбирает, решает. И вообще, не задавайтесь этим. Я смотрю на все это и думаю, возможно, мне не надо это. Слишком много прошлого моего молодого человека в наших отношениях. Ко мне он относится хорошо, качелей нет. Я его люблю, но принять мне очень тяжело его бывшую в нашей жизни. Вы сейчас, слушайте, что вы пишете? принять его бывшую в нашей жизни. Зачем вам ее принимать? Вы должны своему мужику четко поставить. Слышишь, что? Почему она сюда лезет? Это наше отношение. Давай, до свидания. Либо мы с тобой расстаемся, либо ты прерываешь общение с ней. И, кстати, надо быть хорошим папой, не забывай побольше денег сыну отправлять и не забывай с ним встречаться. Вот, по сути, правильное решение для вас. Я не против ее сына, ничего не имею и буду рада даже знакомству. Подскажите, как быть, заранее спасибо. Но мне кажется, я все уже рассказала, как быть. Все очень просто. Здесь проблемы вообще не в них. Чего вы вообще решили, что вам надо принимать какую-то... Вообще просто, что вы говорите? Надо принимать. Реально. Насиловать себя собрались. Вы жертва? Принимать какую-то психопольную женщину, которая куда-то там лезет, а ваш мужчина в созависимых отношениях продолжает состоять и ничего не прерывает. А кто о вас будет думать вообще? Чего вы себя жертвой кладете в этих отношениях? Оно вам надо? Вот у вас уже в конце письма видно, да, вопросики появились. Оно мне надо? А что? А он не очень хороший папа? Вот смотрите. В идеале и правильно, правильного как бы нет, каждый сам для себя выбирает, но более экологично, назовем такое модное слово, да, меньшие потери для вас. Надо конкретно поставить вопрос ребром своему молодому человеку. Видимо, вы боитесь его потерять либо хотите быть жертвой. Вот это соперничество с этой женщиной, если мы берем психологию, вам это нужно. Вот когда-то где-то были проблемки с какой-то женщиной, кто-то обижалась, вот это ее олицетворение, ее поведение, вот это токсично, агрессивно, и странно женщины, в вашей жизни такая женщина уже встречалась, к сожалению. Возможно, в какой-то стычке в общении вы ей проиграли. Это называется реваншизм. Когда вы увидели каким-то образом, перманентно даже, то есть она вообще к вам отношения не имеет через вашего мужчину, вообще левая посторонняя женщина в другом городе даже живет, представляете? Но когда вы таким образом встретились, она вас триггетнула на ваше прошлое, и вы сейчас, задавая вопрос, что это с ней такое, пытаясь понять, она какая-то странная, я даже не в контакт вступила, спросила, что ей надо. Вы не с ней в контакт вступаете, с своим прошлым. Вам надо разобраться, что когда-то подобная женщина, какая-то похожая, была в вашей жизни, вы в ней не разобрались, в ее поведении, и сейчас пытаетесь это доиграть, проиграть этот сценарий до конца, добить, прожить его. Вот что вы сейчас делаете. Это про то, что с вами происходит. Если мы берем простое бытовое, повторюсь напоследок, вопрос конкретный, да, да, нет, нет, все, до свидания. И для вас, вы смотрите, уже я несколько качеств мужчины вашего подзаметила в этом видео. Не очень хороший папа, не стремится общаться с ребенком, денег высылает, маловато, ну мы видим, какие цены, все проще, понятно, что у него там зарплата, есть какой-то потолок и так далее, но вы тоже учтите его отношение, к ребенку. Третье, не жесткий, не может сказать нет, отстоять свою территорию, позволяет куда-то залазить. Четвертое, избегающий тип личности. Ему проблемы он не решает, он закрывает на них глаза, делает вид, что их не существует, а от них бежит. Это четыре качества, которые именно вам нужно отметить в своем партнере, потому что именно эти качества боком выйдут, когда-то вам, и вас они тоже когда-то затронут, и эти качества, вы их с ним принимаете, если любите у вас здоровые отношения, окей, но на вас это тоже будет распространяться рано или поздно, если вы не захочете отношения. То есть человек с этим был в прошлых отношениях 10 лет, сейчас с вами, ничего не меняется, вот он такой, пожалуйста, увидьте его настоящим и для себя решите, мне это надо, эти качества в этом человеке, я это принимаю, если вот это, вы должны принимать этого человека, а не какую-то там бабу в отношениях посторонней, ее принимать не надо, не надо с ней мириться, это вообще что такое, вам надо с ним контакт налаживать и отношения, насчет него вы можете так рассуждать, она вообще посторонний человек, начните, не общайтесь, не отвечайте, не разговаривайте, говорите со своим мужчиной, не туда вообще силы свои направляйте для того, чтобы решить эту проблему. Спасибо большое за внимание, жду ваших комментариев, если вы были в подобных ситуациях, напишите, пожалуйста, как вы решили такую ситуацию, или расскажите, какая была ситуация, очень интересно будет почитать ваши истории, и вообще дайте советы подписчице, что делать или как поступить, вообще какие действия могут быть. Спасибо за ваше внимание, в инфобоксе под видео у меня есть ссылка на телеграм-канал новостей о Турции, подписывайтесь обязательно, и также на эту же почту, в инфобоксе почта указана, вы можете написать вашу историю от анонима для публичного разбора, или записаться на платную консультацию, индивидуальную, анонимную в скайпе. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока!